Друзья, всем привет! Ну что, понеслась опять, как говорится, по кочкам. Надо выштукатурить второй этаж. В принципе, этаж небольшой, где-то, по-моему, 190 или 200 квадратов. У себя штукатурю. И, ну, естественно, я не могу так вот накидывать кистью. Потому что потом, до конца своих дней, вот так вот у меня будут руки вот так вот дергаться. Чтобы... Тут, сейчас скажу, сколько тонн. По весу, по-моему, будет больше 2,5 тонн раствора. Вот такого можно на мешках покупать. Почему не привозной готовый? Ну, потому что второй этаж, высота, по-моему, 7 метров от земли. И носить по лестницам... В чем носить? Ну, короче, это мартышкин труд безмозглый. Что привозить самосвалом, что везти в мешках, на самом деле. Суть не про это. Суть про Хоппер Кош, друзья мои. Вот он, красавец. Китай. Китаем, в принципе, устройство до ужаса примитивное. Состоит он из чего? Самой ручки корпуса. Вот это вот клапан элементарный, просто похожий на клапан резака кислородного, только в более увеличенном виде, да. Штуцер, ручка пластиковая, да. И непосредственно сам горшок, ведро, он же емкость с объемом порядка, наверное, здесь 3-4 литра. Четыре сопла, видите, вот здесь вот, да. Они все достаются, если я не ошибаюсь. То есть, здесь какая-то регулировочная штука есть, я не знаю, для чего она нужна. Ну, короче, да и пофиг, на самом деле. Мы сейчас им попробуем поработаем. Шланг у меня... Сейчас покажу, какой диаметр. 30 метров купил, это, по-моему, 16-ка, внутренний диаметр. Ну, так себе шланг, главное, чтобы его внутренний диаметр был нормальный, чтобы расход был большой. Вот, давление там они рекомендуют, по-моему, 5-8 килограмм силы. В принципе, есть белорусские хопер-капши, говорят, неплохие. Они разные бывают, на самом деле, для потолка, для стен, с двумя соплами, с тремя, с питьем даже, я видел, с соплами. Ну, вот сейчас посмотрим. Кстати, сейчас вы увидите этот, мой компрессор, который будет работать, характеристики принесу. Ну, все, короче говоря, сейчас смотрим компрессор и идем штука-то есть. Ребята, вот мой компрессор, в принципе. В принципе, характеристики его голова 900, эко, но шкив я поставил больше, чем нужно, и у нее она выдает 1000 литров в минуту. Движок 7,5 киловатт, ресивер 250 литров. Вот, поставил его сейчас на колесах, чтобы перемещать по мастерской. Иногда, хотя он весит больше 300 килограмм, и здесь ручку еще приварю. Ладно, не про это. Короче, вот здесь редуктор, стат, и, в принципе, вот такая штука. Конечно, его хватит для двух хоппер ковшов с лихвой обслуживать, так что, в принципе, у меня с ним проблем нет. Ну, в принципе, я думаю, поменьше пойдет на хоппер ковш этот компрессор. Ну, я вот на таком работал промышленном, в принципе, все. Ну, что, пердолим, бля, и посмотрим, что тут будет. Все чистенькое первый раз. Ого. Может, за большое давление. Все, как в ютюбе показали. Надо отступить начать. Да. Вот так. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Кто-то должен тянуть правилом, тогда будет намного быстрее весь этот процесс происходить. Сам скажу низ, не дотягиваю, потому что здесь интересно, что будет пол-дереза ливаться. Но это лучше, чем набрасывать тысячу процентов. Просто в тысячу раз. Немножко тянет его вниз. Или, мне кажется... Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Так, ребята, ну что, все. Вот в таком состоянии после работы вчерашней. Мы поштукатурили помещение. Помещение 60 квадратов здесь получилось. Значит, высота потолков 2,80. И само помещение 6 на 4. Поштукатурили. В общем-то, скажу так. Штукатурил с супругой, помогала она мне. Заняло у нас это все приблизительно 5 часов. Вот здесь вот слой был 35 миллиметров. Кто в теме, то знает, что такое 35 миллиметров. Здесь был слой где-то до 10 миллиметров 15. Ну, места на 20. Ушло 35 мешков. Практически 900 килограмм. 36. Ну, вон там, видите. Короче, здесь стены. Как будто бригада пьяных этих каменщиков ложила их. Ну, тем не менее. Что скажу по этому хопер-ковшу? Вещь крутейшая. В принципе, если вы профессионал, у вас нет денег на штукатурную станцию. Покупайте такой вот хопер-ковш, 2 штуки. Покупайте бетонную мешалку и компрессор. И вперед. В принципе, такая бадьяная старая советская. Ну, я говорю с супругой. Я никогда не работал в хопер-ковшу. Да, я штукатурил, но я не профессионал. Просто любитель. Сами видите, 60 квадратов. Просто за 5 часов. Больше, наверное, времени ушло на вот эти вот всякие ляпы подбирать. Грязь выбирать. Потому что сладко. Ну, вот такое сейчас состояние. Конечно, сейчас буду начинать затирать. Вот все. Как говорится, наводить идеальную красоту. Вот. В принципе, наверное, и все, ребята. Хопер-ковш. Вещь крутейшая. На самом деле, я, представляете, 36 мешков набрасывать руками. Это можно просто с ума сойти. Так что, всем рекомендую вещь хорошая, вещь качественная, в принципе. И вещь работает. Реально работает, да. Ну, значит, качество, может быть, я погорячился, конечно. Но вообще, вещь, конечно, рабочая. Все, друзья мои. Вот и весь обзор. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайся на канал. Ставьте лайк. Колокольчик. Всем пока.